В век цифровых технологий и всеобщей информатизации книги не утратили своей актуальности. Доказательством тому служит прошедшая в Санкт-Петербурге церемония передачи книг в дар библиотеке Свято-Владимирской Православной Школы Новодевичьего Монастыря. Мероприятие прошло в стенах самой молодой библиотеки города. Акт передачи книг был подписан в торжественной обстановке. Его заверили директор библиотеки имени Маяковского Зоя Васильевна Чалова и руководитель Православного Центра Воскресенского Новодевичьего Монастыря протерей Алексий Красавин. В дар православной школе было передано целые тысячи фолиантов. Передаваемых книг было так много, что для осмотра выставили лишь малую часть. Это потрясающие, хорошие книги, на чем выросло не одно поколение детей. И вы, наверное, в том числе. Среди почетных гостей на церемонии были и настоятельницы Новодевичьего Монастыря Игумния София и представители городской и район администрации. И, приходя сюда, в это уникальное здание, вы откроете для себя много интересного. Да, что-то можно прочитать в электронных базах, но когда вы берете в руки книгу, открываете ее, погружаетесь в этот волшебный и удивительный мир, поверьте, это дорогого стоит. У Свято-Владимирской школы своя библиотека была и ранее. Но скромность собрания и размеры помещения затрудняли школьникам поиск необходимой литературы. Книга, она всегда является другом человека. И поэтому основной упор нашей школы на традиционное воспитание, на воспитание детей с книгой и вместе с книгой. Церемония прошла в дни летних каникул. Но ученики Свято-Владимирской православной школы не пожелали пропустить такого события. В благодарность они организовали мини-концерт. О, ангелосеботи, говори до меня, Агни в арте не вере, Тебо и не ровере. Информационно-досуговый центр М-86 является филиалом Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского. Он открыт совсем недавно, 12 марта этого года. В этой библиотеке реализованы передовые идеи организации современного досугового пространства. Еще совсем недавно эти помещения пустовали и были заброшенными. Теперь здесь информационно-досуговый центр. Любой желающий может прийти и насладиться чтением книг или отдохнуть от суетной жизни. Дирекция надеется, что учащиеся Свято-Владимирской православной школы будут частыми гостями. Школа находится недалеко.